Учения НАТО, намеченные на ближайшее время, самые большие, практически за всю историю, там, с авиационной части, одни из самых больших за всю историю вообще, они намечены ровно на те же даты, что и вот то самое украинское контрнаступление. Есть немалая вероятность, и со мной солидарны многие из тех, кто находится на фронте, что это наступление может быть удачным. Вот многие здесь себя ведут как это ничтожество, которое никак не может разобраться, кто он, Гиркин или Стрелков, который умудрился не найти передовую, и теперь через губу ведет себя хуже, чем укронацисты, укропредатели, позволяя себе какой-то русский офицер, когда ты такое говоришь о верховном главнокомандующем, ты к суку говна, а не русский офицер. Специальная военная операция добровольцам, но мне кажется, это сильно бы подняло боевой дух, Почему? Потому что... Ну, давайте каждый на своем месте будет. Да, вот. Есть абсолютное окончательное безумие. Ой, что сегодня будет! Соловьев впервые назвал Путина ядерным безумцем. Бункер буквально в шоке. Париченков очень хотел бы воевать на фронте, но лучше каждый будет заниматься тем, что умеет делать хорошо на своем месте. Ну, наконец-то! НАТО пойдет спасать неудачный контр наступление вооруженных сил Украины. Вы хотите спросить, про что я, друзья? Вся ответ далее. Привіт, друзья! Меня зовут Олена Курбанова, и это YouTube-канал Курбанова Лайф. Вы думали, что в пятницу пропаганда отдыхает? Конечно, нет. Как и мы, не собираемся складывать руки и не расследовать, что они набрехали сегодня. Гарная, яскравая и палающая аналитка ждет вас дальше. Но перед этим не забудьте оставить нам в подобайку, чтобы поддержать нашу работу. Ну и, конечно, подписывайтесь на YouTube-канал Курбанова Лайф. Потому что только тут вы сможете почути и побачить всю правду, как полая на московских болотах. Как військовый злочинец Гіркін Стрелков, инколи здаётся, что перевзувся давным-давно уже справді в чоботи украинского виробництва. Принаймні, в наш наступ, в наши сили и в нашу перемогу цей злочинець вірить набагато больше, аніж в силы військовой потуги країн-агресорки РФ. Ось буквально зараз він вже заявляє і попереджає росіян. Контрнаступ, який ще навіть не почався, буде обов'язково вдалим. Оцениваю. К сожалению, є немалая вероятность, і со мной солідарні многие з тих, хто знаходиться на фронте, що це наступлення може бути удачним. Подчеркиваю, не факт, що це буде удачним. А факт, що це буде чи не буде? Многі кажуть, що це взагалі дезінформація, що її не буде. Тут точно вам не може сказати ніхто, кроме Генерального штаба ВСУ, я на нього не имею выходів. Але я полагаю, що це буде. Более того, я полагаю, що це буде достаточно скоро. Не знаю, начнеться ли це в ближайші дні, там зараз дожди. Вони будуть дожидаться, скорее всего, ну я би, по крайней мере, на їх місці так поступав, будуть дожидаться, коли земля полностью высохнет, коли в низинах, опять же, подсохнет земля, і реки войдуть полностью в свої летні русла. Це буде в середі мая. Коли не буде длительного периода дожди, і гарантировано буде хороша погода на длительное время. Почему? У противника значительное превосходство в средствах разведки, в том числе, в первую очередь, разведки космической. На них работает вся спутниковая группировка НАТО. А это тысячи аппаратов. Не сотни даже, тысячи. Ну, допустим, не все, конечно, они работают на ВСУ, но, по крайней мере, сотни аппаратов на них работают. Естественно, каким бы ни была высокая разрешаючая способность средств наблюдения радиоэлектронной разведки, лучше всего разведка ведется в хорошую погоду из космоса. Соответственно, надо дождаться периода, когда нет дождей. Тогда они смогут наиболее точно не просто вести разведку, но и наводить свое высокоточное оружие. Так, это невероятно. Это треба ж быть аж целым, кто он там полковник ГРУ, для того, чтобы говорить про погоду. Мне нравится, что украинские дети, которые следуют за нашими эфирами, уже чудово знают, что погода – это, справедливо, важливый элемент для будь-якого наступа. И для нашего, и для ворожего. Но наша разведка, она не просто досконала, не только сопутники. З'явстор нам абсолютно всі зливают всю информацию из соседних планет, соседних всесвятей, и мы, справедливо, все это собираемо докупи. Но помните, как они говорят, что это, как бы, плитки, не будет жодного контурнаступа. Ну так, мы же просто, это наша така национальная забава. Мы попросили у захидных партнеров озброєння, чтобы припаркувать на складах. Мы отправили десятки наших героев, наших військовых на тренування в Захидні країни, чтобы им было несумно просто тут. Ну и, конечно, сам факт подбития подсумки результативности. Можливо, будет успешным? Можливо, нет. Цикаво, тут и справедливо шансы 50 на 50. Забягать вперед мы не можем. Только Генштаб знает дату, напрямки, ну и, власне, завдания, которые ставятся. Но найкраинство, это то, что, в принципе, для нас не есть секретом, какие завдания, цілі и мета будь-якого наступу и контрнаступу Збройных сил Украины. Это звольнение наших территорий. А от какие цілі завдания специальної военно-операции, мы и досі не знаем. Но тут еще есть очень прикметный и интересный факт. Не встиг Геркин Стрелков договорить, как он ледь не захоплюется митцем и профессионализмом Збройных сил Украины, как до него додому постукали. Тут-ту-ту, виявляется, его просят переверить за фактом порушения российского законодательства. Кажут, а чи не дискредитует он своими заявами армію России? Себя ведут, как это ничтожество, которое никак не может разобраться, кто он, Геркин или Стрелков, который умудрился не найти передовую, и теперь через губу ведет себя хуже, чем укронацисты, укропредатели. Позволяя себе... Какой-то русский офицер, когда ты такое говоришь о верховном главнокомандующем, ты, ксук, говна, а не русский офицер. Тебе же сказали, Вагнера, иди воюй. Нет еще условий какие-то, что-то там там все. Это вот на мой непросвеченный взгляд. Вот, вы знаете, вот еще это, когда идет война, патриота внутри, давайте отличать. Патриот никогда не будет через губу, когда война воюет, вот когда идет, когда страна твоя воюет, позволять себе что-то говорить по поводу верховного главнокомандующего. Вот просто не позволять. Патриот знает, что надо делать, как надо делать. Когда война закончится, там, многие вопросы можно будет задать. Но когда твоя страна воюет, а ты через губу, вопрос, кто же тебе эту губу так оттянул? Не ты ли сам? А я нагадаю, що Гіркін Стрелков, военный злочинец, називав верховного головнокомандующего армії, яка без п'яти хвилин, як програла військового злочинця Володимира Путіна, ганчіркою. І я з ним абсолютно категорично не згодна. В принципі, як вони кажуть, російська мова, великий мамучий язик, там багато епитетів, якими можна було б нагородити Володимира Путіна. Але багато з ним. Ба більше, Гіркін казав, заткнись, він звинуватив справді у всіх промахах і провалах саме Володимира Путіна, тому ясно, чому Володимир Соловьов так підзавівся. І хто ж, як не він, справді може розбиратися в усіх сортах лайна, тож те табро, яке він зараз намагається додати до Гіркіна Стрелкова, абсолютно відповідає його фахові. Ну, а і коли одні сумніваються, чи буде сам контрнаступ, коли кажуть, що шанс на успіх 50 на 50, інші вже навіть знають, що буде другою хвилею захисту наших територій. Ви ж пам'ятаєте оцю стару історію, що насправді російська армія, вона воює не з українцями, українців вже немає, вони воюють із армією НАТО. Але тут прийшов новий коректив. Темник відредагували, тим паче, що, знаєте, у російського глядача, надзвичайно мала флешка пам'яті. Те, що їм розповідали минулого тижня, воно дуже швидко до понеділка стирається. І в п'ятницю вже можна розказати, що ні, ну нібито з НАТО ще напряму не воюють, але якщо українська армія програє, а я нагадаю, що контрнаступу і наступу ще не було, то за нас впишуться. Так, ті самі війська НАТО. Хоча з іншого боку, вони ж вже їх долали стільки місяців тут на фронті. Одним словом, я пам'ятаю все і розібратися в хронології важко, але хто і така, щоб давати оцінку російській пропаганді. Ми бачимо, що навчання НАТО, намечені на ближайші часи, найбільші, практично за всю історію, там, з авіаційні части, одні з найбільші за всю історію взагалі, вони намечені ровно на ті ж даты, що і те саме українське контрнаступлення. Значить, пройдуть ці навчання, Defender 2023, Защитник 2023, с 22 апреля по 23 іюня. Всего в них участвують 17 тисяч воєнних, от у нас на графіці все циферки є. Це не воєнні не тільки із країн НАТО, але із країн партнерів. Більше половини – це американські війська. Маневри пройдуть на території 10 європейських країн. Согласно заявлению Пентагона, США вже відправили в Європу 7 тисяч единиц техніки, і ще 13 тисяч машин собрали где-то, значить, в Європі по складу. Кроме того, воєнне мероприятие стане крупнішими літними ученнями вообще с момента образовання НАТО, т.е. 1949 ггода. Задействують більше двох сотень самолётов. І експерты обратили внимание, що «время» выбрано дуже «удачно», «удачно» в кавычках, і совпадає з объявленим рані контрнаступлением ВСУ. Мол, це всього лиш прикрытие для якого-то снабження чи навчання украинської армии. А вот що в Пентагоне кажуть. Віктор Житович, щоб в случае чого какая-то техніка могла екстренно бути переброшена на Україну? Или какие-то солдати? Уж солдат – це совсем не кажется фантастическим. А вот техніка, помочь чем-то ещё – це вполне. Крайне маловероятно, что какие-либо солдаты, что регулярная армия каких-либо стран НАТО буде задействована. Но ситуация, обстановка очень напряжённая. Всем понятно, что ожидается в ближайшие месяцы контрнаступление. И западные страны к этому тоже, в общем-то, повышают свой, скажем так, уровень готовности на всякий случай, что бы там ни произошло. На всякий случай – это одно. Это, получается, наш брибройник стоит на запасном пути. Это предупреждение России. А если вы хотите помочь, ну, вы выйдете ждать. Концентрируйтесь. Ну, значит, помочь. Я не очень мало, количество тех. Иван Сергеевич, войсками они помогать не будут. Регулярная армия стран НАТО участвовать в этом контрраздрении не будет. Началась какая-то эта операция. Ты хочешь сказать, что танк, вместо того, чтобы проводить какие-то манёвры, поедет прямым ходом на Украину? Я вижу, ну, как мне кажется, это может выглядеть так. Я дихоим сори, а лошо там нас по датам? Не знаю, як вони сказали, як вони звели це воедино. Навчання військ НАТО, які проводять справді, щороку. І з тим, що буде відбуватися з нашим контрнаступом. Дату, яку я не знаю на хто, і буде безкінечно вкидати в інформаційний простір весну, літо, осень, зиму. Не знаю, що завгодно. Але ми ніколи не дізнаємося, коли заздалегідь, завчасно, коли ця дата. І я б дуже хотіла сказати нашим глядачам, що так, це абсолютно реалістично, що військові НАТО відвідять на територію України і будуть допомагати нам нищити армію російських злочинців. Але ні, на жаль, цього не санкцій ніколи, допоки росіяни не нападуть на якусь із країн НАТО. Ви пам'ятаєте, як довго ми просили закрити небо? Що вони нам сказали? Хм, не закриють. Як довго ми просили танки? Як довго ми просили авіацію і F-16, яких в нас так і немає? Що вже говорити про далекобійні ракети? І так далі. Тому ні. Єдине, що відбувається в Європі, це справді посилена система безпеки через російську агресію. Країни НАТО хочуть перевірити, наскільки їхня армія готова відбивати будь-які атаки, які можливі зі сторони Росії чи будь-якої іншої країни. Ось і все. Тому ані живої сили, а навіть техніки, яку ми побачимо, а вони нам кажуть, що її в них великій кількості немає, в нас не буде. Але нам і не потрібно. Тому що виявляється, що росіянам розповідають про те, що тут на території України мільярди українців. Ви виявляєте собі? Так-так, ми такі самі, як Індія, як Китай. Нас тут так багато, що взагалі, в принципі, не ясно. А навіщо нам якісь союзники, якась допомога, чому вони постійно використовують цю фразу до останнього українця. Якщо нас мільярд, а їх мільйони, то вони програли ще на самому старті, що, власне, і так є фактом. Але тут дуже цікаво, а що в них за родицю, а що в них за географію, а що в них за історію, а що в них в голові відбувається. На прикладі військовополоненого ми і побачили. Знаєте, Володько, на кого ми напали? Мільярды є людини. Такой мільярд вийшов? Население всього земного шара скільки? Земли нашої? Планет. Мільйонник. Город Донецк був мільйонником. Ну, знаєш, може, де-то мільйон з-пятьсот, може, де-то? Нет? Меньше? Ну, конечно, менше. Пятьсот мільйонів ви себе представляє? Пятьсот мільйонів. Хорошо, давайте по-другому. Население Рашки скільки? Вашої родної родини. Ви ж то, должны знать. Мільйонник. История. Вот это вы. Ваша херня вся. Рашка. Вот это Украина. Видите? Маленькая такая. Вижу, вижу, вижу. Да, що там написано? Можно мать вкат. Вот это вся херня здоровая. Это вы. Вот это мы маленькие. Видите? По размерам. Во сколько раз эта херня больше? Да, в десятки. В десятки. Правильно. В десятки. По-моему, в 23 раза или в 33 раза. Не помню. Надо возобновить. Что у вас? Сколько населения вот в этой херне? Миллиарды. Да, какие миллиарды? 140 миллионов всего. Та, при тому, кожен з росіян знає про те, що географічно якась там територія України ісканна русская. Каждый знает о том, що Ленін создал Україну. Україна не настоящая, українцев не существует. Але елементарні речі, повязані із географією, із кількістю населень, ну не знаю. Це, мені здається, такі базові речі. От справді, коли ти там відкриваєш собі, пригадуєш, як виглядає атлас світу, то одразу тобі спливає у пам'яті, як виглядає яка країна, ну і відповідно кількість населення. Але що ми від них хочемо, якщо вони навіть не здаються елементарними питаннями про те, що відбувається в самій сосії, тому очікувати, що будуть знати вони чи не знати про населення України було б, мабуть, абсолютно марно. Ну і поки тут абсолютно дві гішники. Символічно, що потім, коли такі гинуть на українських фронтах, їм прибивають такі доски-пошани у школах. Люди без освіти, без еродиці, без знань, без майбутнього і школи. Ну так вони поєднали, смерті навчання. Окей. Але є й ті, хто, в принципі, мали би відрізнятися якраз своїми зданнями. Особливо, коли мова йде про людей, просто й господи, дотичних до культури, до мистецтва. Ще з 2014 року в списку військових злочинців для нас потрапив актор Михайло Парєченков, який вже не граючи роль мудака, вирішив побути мудаком в буквальному сенсі на українських фронтах. Під час вже війни на Донбасі, перебуваючи в Донецькому аеропорту, він вирішив постріляти. Ну а інакше ж як себе відчути настоящим мужчинам? Ні, ні, не йти на фронт, не сидіти в окопі, не робити щось для своєї армії злочинців. Мужика треба іграти, іграти мощно. І коли його питають, слухай, а чого ти здоровий альфач, альфа-самец, такий прям мужик, от ці плечі твої, ти стільки зіграв ролей, стільки в тебе військових фільмів кожному, ти там носив різні погони, а чого ти не йдеш в Україну стріляти, ти ж в 2014 році, тобі не подобалося? Він каже, ну розумієте, кожен має займатися своїми справами. Я дарю людям мистецтво, на солоду, я граю в театрі, я не можу. От і все, що треба знати і про їх, ідеологів, і про хильників сьогоднішнього режиму і війни. Пойти, вот, специальна воєнна операція, добровольцем, ну, мені каже, це сильно б подняло бійовий дух. Почему? Потому, що... Ну, давайте кожен на своєм місці буде. Я так скажу, так я сняць війниського учету по возрасту. Да. Да? Кожен на своєм місці, пускай делает своє дело честно. Какі настроення у бойців, як очевидец, як чоловік, який з ним разговаривав? Какі мысли у містних жителів на нових територіях? Я не встречав ні одного чоловіка, який говорив би, все, 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 не надо, не підходить, не трогайте, все, все плохо. Таких людей я не видел. Один встретился. Что це за історія? Ну, он рыжий. Не надо. Вообще, 24 февраля 2022-го, у вас які чувства появились в цей день? Почему мы начали первое, да? Ну, хорошо. Вот, якщо б Сталин начал первое, да, тогда б не було вот этого ужасного продвижения. Ну, то есть, по вашим ощущениям, этот конфликт сейчас не должен, уже, ему не пора закончиться выходить на мирные переговоры? Ну, вообще, всегда лучше переговоры мирные, да. Лучше плохой мир, чем хорошая война. Но, если нас поставили в такие условия, мы должны себя защищать и отстаивать свои интересы. Это точка. Выходило интервью Оскара Кучера с инагентом Юрием Дудем. И у меня вопрос, хотели бы вы оказаться на месте Кучера? Нет, на месте... Не в том смысле, что на месте Кучера? Нет, не хотел бы оказаться, я на своем месте. А как нужно вообще вести диалог с русскими, которые выступают против? Нет, надо с бесом разговаривать. Он все равно тебя обведет вокруг пальцев. Ну, не разговаривайте с ними. Зачем приходите к бесенятам? Нельзя к ним приходить. Вы говорите, вот все время повторяете фразу, делая то, что должно. У вас не возникает никогда вот этого какого-то противоречия, что лишение чувства свободы или еще чего-то? Какой свободы? Ну, собственно, личной. Внутри можно быть свободным человеком абсолютно. Ты должен, это твое внутреннее ограничение чего-то. Это чувство. А все остальное ерунда. Это чувство долга. Все, без всяких там витиеватых. Вы знаете, вот она вот такая. Да не надо такая, ну такая, да. Ну и... Ты не проводишь какие-то насильницкие дії. Ты не идешь ни до кого зі зброей, бо, господи, никто не збирался, но чорти з ним нападать на ту Російську Федерацію. Мы із задоволенням спостерігаємо повільно, но крок за кроком про те, как Російська Федерація сама себя знищует. Поверьте мне, это не потому, что я заангажована и украинка. Ні, есть просто речи, которые на это вказать, с которыми неможливо уже сперечаться. Кількість их спаленої живой силы, она феноменальна. И это, на жаль, еще не финал. Потому что мы говорим про 180 вбитых официйно, тысяч російських злочинцев, а еще скаличені, а еще ті, которые потрапили в полон, а еще, которые потрапили в безвесті, и ті, которые повернулися из войны и с надламаною психикой. И россияни продолжают своих набирать и набирать до Збройных сил Украины. Это, правда, очень похоже на абсолютно дурную, беззместную м'ясорубку, куда запускают російський наряд. И как потом не доверять тим экспертом, которые говорят, что найбільший агент, держдепу, зрадник батьківщини, военный злочинец Путин, он убивает своих людей. Он уничтит экономику своей страны, он выкинул Россию из европейского фактического континента, отправив ее назад. Ну и сейчас мы видим, как они невероятно радуют тому, что электронная повестка найдет любого. И я напоминаю, что было бы непогано разом с электронной повесткой надселать и электронную похоронку. Эти люди, кто уйдет на военную службу, у них будет прекрасная возможность улучшить свое материальное положение. Нам этого стесняться нельзя. Вот, мол, ушел туда деньги зарабатывать. А я всегда говорил, он, в отличие от вас, который сидит дома, он мужчина, он не поехал деньги зарабатывать в Сибирь. Весь мир против нас ополчился. Но весь европейский мир, все НАТО против России. Снабжает Украину самыми современными видами вооружения. У нас более современные, у нас вооружии больше. Если там кто-то предсказывал, что в России скоро закончатся снаряды, но это у нас никогда не закончится. Мы знаем, что вы добровольно направились в зону проведения спецоперации. Расскажите, что побудило? Ну, мало кто, наверное, поверит, но тем не менее скажу. Мне после обращения президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, мне стало неудобно перед ним за тех ребят, которые уехали из нашей страны. И в Казахстан, и в Турцию, и в Грузию. Просто стало неудобно. Правильно ли я понимаю, что люди даже после попадания в госпиталь опять рвутся назад? Да, на самом деле хочется туда еще раз вернуться. А то, что получил ранение, там еще что-то на протезе, такого как бы нет. Эти люди погибли не у каких-то, понимаете. У нас в прошлом году 345 человек погибло из 365 дней в году в авариях, ДТП. А эти люди уехали защищать нашу Родину, ушли на фронт, бросили свои семьи. Давайте по цифрам. В первую очередь, это контрактники, это высокое денежное удовольствие. Сколько? 195 тысяч и выше. И военная ипотека. Кроме этого, те ребята, которые воюют в зоне проведения специальной операции, для них предусмотрены другие льготы. Уровень и качество поведенной работы. Ну, прохождение одного километра. А если... Ну, иначе было бы несправедливо, собственно говоря. То есть, Родину благодарить за труд военнослужащих. А еще статус ветерана боевых действий. Если у нас это получилось, конечно, мы попытались пробудить, в том числе тех молодых людей, которые находятся на распуте, как сказал Ямсар Рамзанович, и выбирают себе дальнейший карьерный путь. И контрактная служба в вооруженных силах Российской Федерации это один из вариантов. Да, потому что это выгодно и почетно. И почетно. Ну, насколько это выгодно и почетно, я надеюсь, вы все объяснили из нашей сегодняшней... Я не могу. Я просто... Знаете, з одного боку, ясно, коли, например, контрактную службу пропонуют в, не знаю, краинах НАТО, где на сегодняшний день они не берут участи в жодных активных боевых действиях. Чи, например, в тех краинах, где в тебе апріори немае выбора, каждый гражданин мае пройти через армию. Армия – это Південна Корея и это Израиль, там, где мы знаем, что обовязково всі мають... Знаете, если ты суперзерка, если ты суперфутболист, все идут до армии. В Росії кажут, слушай, там с работой, с карьерой в тебе проблема, ты не знаешь, где взять бабло, то иди помирать в Украину, а это в тебе будет, взагалі, все суперклассно. Чи повернешься ты? Неясно. Чи будет в тебе какое-то будущее, если ты будешь покалеченый? Неясно. Ты хочешь взять ипотеку, в тебе відмовляються всі банки, то иди и подписывай контракт з Збройными силами Російської Федерації, и в тебе все будет супер. Что это за армия, которую бесконечно нужно промоутить, рассказывая про переваги и рассчитывая гроши? Я себе только на секунду уявляю, чтобы мы в своих эфирах говорили, что, блин, как круто. В ЗСУ сейчас платят 100 тысяч на передовый, а на какой-то классной работе у Киеве таких зарплат нема. Нам бы сразу сказали, а вы что, конченый? Ви вообще о чем говорите? Не может військовый подчас війни быть мотивованным грошима? Потому что это означает, что, как только в него не приходят гроши на карту, он взваливает. Как только что-то иди не так, он все кидает и говорит, что его в баню, я увольняюсь, вот мой воинский билет. Так не бывает. Те, что они сделали заработок зі смерти, это дивовижная история. И, вешті-решт, никто не каже, а как они опинились, и почему они воюют в чужой, в чужой, блін, стране. Что это за заработок? Я понимаю, когда ты едешь в Норвегию, в чужую страну, лосося собирать. Я понимаю, когда ты в Польшу на полунице, вешті-решт, не знаю, в Британии что-то ты делаешь, но в Украине заработать на том, чтобы просто приходить и убивать. Что не так с вашей страной? Что не так с экономикой? Чому вы не можете надати молоде конкурентные профессии, через которые им не доведется идти и убивать? Вы сделали целые депрессивные регионы, где будущего нет. Они доводят статистику тех, кто спился и потрапил в автокатастрофу для того, чтобы смотивировать. Ты и так сдохнешь, твоя жизнь ничего не стоит, так пойди хотя бы 200 косарей заработай, находясь на фронте. Думаешь, до Росии, что тут скажешь, но они постоянно все это как шерму закрывают, а нет, у них там у хохлов потери больше. Они супер помирают. Единое, что я хочу напомнить вам, что у нас мобилизация тревает от 24 лютого, потому что действует военный стан. Ви памятайте, что у нас закриті кордони, и справеді цей процес набора людей безкінечный, он не спиняется. Нещодавно были укомплектованы гвардии наступу, так само набираются люди на строковую службу, и так далее, и так далее. Тобто цей процес он не мает уже своего начатка, а не кінца. И то мы не бачим, чтобы выходили и говорили, о, сегодня нам надо 400 тысяч, и завтра 400 тысяч. И что в нас есть электронные повестки, и голубами, и пачтальонным печкиным. Ні, эти процесы идут просто планово и по воле. Но в нас еще и война, то есть в нас другие правила. А они все продолжают малювать и малювать наши втраты. Такое противодействие и огневое поражение противника бойцам оркестра удается продвигаться вперед, при этом фланги вокруг Артемовска, точнее справа и слева от Артемовска обеспечивают подразделения российских десантников. ВДВ сейчас делает все возможно для того, чтобы противник не смог нанести контрудар и обойти группировку, которая действует непосредственно в Артемовске. Я напомню, что город находится, оно уже не город, а западная часть города находится в оперативном окружении, противник в результате действий по ротации, по подвозу боеприпасов личного состава несет значительные потери, потому что наша артиллерия контролирует пути подвоза от Часов Яра и до Артемовска. Ежедневно несет огромные потери. Цифра в 450 человек вообще граждан Украины должна возмущать. Представьте себе формирование киевского режима в день батальон теряют на Артемовском направлении. Если вы хотите знать, зведко в нас столько людей, что мы по батальону в день втрачаем, все очень просто. У нас миллиард, мы можем себе это абсолютно позволить. И, конечно, окремая история, это когда они рассказывают про оточение окремого района. Тобто, как они... Значит, есть место, за которое постельно точатся бои. Они оточили уже вільные квартали, где нема украинских військовых. Чи что, там в цьем оточении они продолжают отстреливаться? И если они нищатся по 500 людей по батальону, то что происходит в цьем оточении? Они что, на ранок повстают з мертвых и продолжают бить российских окупантов? Как в них выглядит логика, не ясно, но если у нас такие втраты, если они так круто просуваются, то почему они просуваются 9 месяцев? Равлик подбитый, втомленный и старый, сделав бы это швидше, если они един, не занимались, это не рассказывали байки про неиснуючие речи, потому что допоки бахмут контролируют Збройные Сили Украины, допоки точатся там бои, един, что они не могут рассказывать, это что темпы их просувания, это хиба что 1 метр в тиждень, вот и все их собутки, но на словах они рассказывают бесконечно, что они возьмуть Киев, Одессу, Миколаев, мы уже это чули десятки разов, хотя на их месте я бы давным-давно собирала тревожную валюзку. Сусальдо нам нині рассказывает о том, как они снова идут на певдень нашей страны, хотя в самей Херсонской области, как и было передбачено, они скасовали будь-яки заходы присвящен параду Победа 9 травня. Кажут, не будет ані жодных маршев, ані каких-то скупчений великих людей. И это, я напоминаю, происходит скрізь на территории Росии, Курск, Брянская область, это происходит на тимчасово окупованной территории Херсонской области и на территории тимчасово окупованного півострова Крим. Но они так боятся контрнаступу, что все равно рассказывают, как пінуть в поход за нашими территориями. Априле 1944 года эта дата символизирует освободение столицы Кримского края, столицы Тавриды, столицы Тавридческого края Симферополя. В эту дату и в это событие вложили и душу, и сердце, и героические порывы, и воины Красной Армії. И крымское подполье, и крымские партизаны. Мы все стремились и знаем, каково стремление к освобождению. Это немножко позже, чем был освобожден Херсон. Но сейчас перед нами стоит другая задача. Новая цель, предусмотренная специальной военной операцией. Мы обязательно освободим все причерноморские земли, которые когда-то в свое время вошли в состав Российской империи. Будет освобожден Херсон, Николаев, Одесса и Измаил, который в свое время брал Суворов и Потьемкин. С прекрасной датой вас, симферопольцы. Я уверен, что это та дата, которая объединяет нас всех вместе. Коли? Хочется почути нову дату? Коли? Ну, что это? Это какой-то год, это месяц. Про что иди мова? Я хочу вам напомнить, что с рахункой того, как они просиваются бахмутом, для окупації Украины им здание всего на 100 роков. Тому еще раз будем чекать столетнего ювилея, как россияни взяли за щуку на територию Украины. Но плани есть, плани намальованы, и в топку этих планов может пить столько россиян, мы сразу их попередуем, сколько будет необходимо. Компания из того, чтобы промоутировать, рекламировать, пиарировать, повестки, службу в армії. Какаясь неймоверная. Мне кажется, что иногда они отмолятся от всех медицинских препаратов, от рекламы каких-то товаров и послуг и бесконечно будут рассказывать вынятково про повестки. Мовляв, повестка это класс, не хочешь в армию, но армия хочет тебя. Результаты добились, мы сентября с вами говорили, в начале этой недели криоте пожизненное, так мы признали, а теперь, соответствующим образом, я думаю, на следующей неделе, примет по жизни заключения. Нас услышали, тоже долго объясняли, юристы что-то объясняли. Надо по мораторию, конечно, тоже поработать. За последнее время работаем достаточно оперативно, я не могу все-таки еще и два слова не сказать. Это по поводу закона, который мы приняли позавчера, в отношении воинской обязанности. Просто я один из авторов этого закона. Я хочу сказать, что законопроект разрабатывался в течение шести месяцев в спокойной атмосфере. Задача была одна, помочь нашим гражданам избежать проблем в случае призыва на воинскую службу. Решили просто это дело оцифровать, не более того, создали государственную информационную платформу. Все! Больше нет там никаких проблем. Так надо запомнить, кто верещит. А мы запоминаем и всех за всеми внимательно наблюдаем. Поэтому делось только для того, чтобы наш совет русский гражданин, российский гражданин смог наконец-то спокойно выполнить свою одну из главных обязанностей, которая определена Конституцией, служба вооруженных силах. И касается это только призыва и не более чего. А вот кто считает, что может и готов, есть короткий номер 117. Вот набираешь этот номер и заключаешь контракт с вооруженными силами. Идешь и воедешь за Родину. Скажу на языке, понятном для россиян. Ваша власть так сильно заботится о вас, хотя казалось бы у вас все было и до этого нормально. Там, если нет мобилизации, как говорит Песков, то зачем база, которая просто собирает, регулирует или структурует все ваши данные. Не кажется ли вам, что вас пытаются кинуть, при том кинуть в топку войны? Я напоминаю, что днями еще раз и еще раз спикер, речник Кремля, військоводзлочинецт Дмитро Песков сказал, что мобилизации нет и не будет и не предвидится. Но когда мы говорим о том, что есть уже собранный, подготовленный список, то что он будет ждать? Чего именно? Так, он будет ждать именно тебя. Именно тебя найти, забрать и отправить умирать в Украину. Войнкоматом приход вот этой повестки в личный кабинет в электронный считаться ее вручением. Конечно, будет считаться. Конечно, будет считаться. И больше того, я считаю, что это давно запоздалый закон. Родину защищать должен. Понимаете? Если ты не хочешь этого делать, ну это точно уж не проблема военкомата. Да, его проблема это четко и ясно понять. Если ты занимаешься электроникой, хорошо соображаешь в компьютерах, конечно, тебе не надо посылать штурмовой отряд. Ты должен дронами управлять, электроникой. А что вы боитесь? Вот я сейчас на Донбассе, вот только вышел из расположения. Там люди вообще защищают нашу страну. И надо просто быть полным идиотом, чтобы не понимать простую вещь, что не надо думать, что здесь где-то там что-то идет и мы с Бармалеями здесь воюем. А вы там по ночным клубам шрасаетесь и нормально себя чувствуете очень. И дальше у вас самый главный вопрос придет ли повестка и будет ли она считаться так сказать врученой. Да, да, понятно. Ну это же глупость, Анатолий. Ну такое впечатление, что действительно страна живет в каком-то другом мире. Сегодня идет специальная военная операция. Я называю это войной. Никто с нами договариваться не собирается. Неужели это не понятно? Неужели это не ясно? И если каждый взрослый мужчина уже после 18 лет думает, что там кто-то за него что-то там сделает, а я тут посижу там, так сказать, в Баден-Бадене, а потом вернусь и будут управлять страной, которую вы для меня отвоюете? Нет, вот так не будет. Давайте еще раз. Войны нет, есть специальная военная операция. Но депутат говорит, война. Мобилизации нет, но депутат говорит, что каждый человек должен пойти защищать свою государство. Там свою государство в Марьинске, в Авдіївске, под Угледаром, в Запорожьей области и под Бахмутом. Да, это же как раз эти местные они и отображают все интересы, турботы, перспективы жителей Петра, Москвы, Нижнего Новгорода, Улан-Удэ и так далее. Но бог и с ним. Как завжди, мы шукаемо рационально там, где воно, в принципе, не может зростати. Хотя россияни продолжают залякувать не только своих, а еще и чужих, бряцаючи озброєнням. Ні-ні, цього разу это не проядерную эскалацию. Здається, цей темник чи цей порваний баян уже не стільки втомив самих россиян, что теперь они вирішили, після того, как Швеція долучилася до Військового альянсу НАТО, не Швеція, Фінляндія, після того, другим флотом. Чорноморский, ну такое, зараз, поки він, після того, як винулого року підтопили крейсер Москва, трошки відчуває себе кволюшим, а от Тихоокеанський ще може. Сегодня с 9 утра по Владивостокскому времени поднят по тревоге и приступил к проведению высшей степени боевой готовности Тихоокеанский флот в полном составе. Также мероприятия задействованы часть Воздушно-космических сил, воинские части подразделения обеспечения. Основной целью этой проверки определено наращивание способностей вооруженных сил решать задачи по отражению агрессии вероятного противника с океанских и морских направлений. В соответствии с рученными распоряжениями Генерального штаба флоту предстоит уточнить воевать с войсками НАТО и Америки это было бы смешно. Пояснения и ответы нашлись самим собою. Виявляйте, что Тихоокеанский флот приплывет по нам по великим водям, потому что Киев затопит. Так, не могут воняйте и идите до нас по суходову, то прийдут по воде. Доктор исторических наук Наталья Нарочницкая. Красота какая. Больше всего я люблю вот, кстати, вот эти классические... А эти вот в луке сваренные, Да, да, да. В луковой кожуре. Нет, их много, луковой кожуры. Папа рассказывает, что до революции у них в доме, как он говорил, пасху заводили на 300 желтков. Ничего себе. Мы говорим с вами в страшные дни, когда поругана сердце нашей веры и нашей церкви Киево-Печорская лавра. Ужасно. Как вы это переживаете? Я очень переживаюсь. Я считаю, что целью нашей военной операции должна быть защита и восстановление статуса лавры и охрана ее вообще чуть ли не нашими казаками. Это нельзя так оставить. И правильно говорят вот эти митрополиты и отдельных монахов берут интервью, они говорят, они пошли против Бога. А кто пошел против Бога, он уже поражен. Это уже поражение. По-настоящему, хочу сказать, еще не вмерла Украина. Вообще, на самом деле, это никакая не Украина, это Малая Русь. Украинцы, это униаты. Вы слышали это пророчество? Это пророчество святых, недавних святых. Киев будет затоплен после того, как порагонят из Киева-Печорской лавры последних подлинных монахов. Время подходит. Верите, что такое может быть? Верю. За то, что они делают, не может не быть карой Господней. Она будет так или иначе. Христос Воскресе. Воюстину скажем друг друга. И на Тихоокеанском Российском флоте, на их кораблях, приплеве до нас патріарх Кирил, Борис Карчевника, військовый злочинець Путін, Гіркин Стрелков, Салавьов. И там десь має бути еще и Малахов. Потому что церковная тема о этих див, того, что они выиграют, о цих пророцтвах, взагалі вниз дивовижная история. В понеделок в них астрологи-тарологи вищенив Пятницю священники, молитовники и монахи. Как все эти біси с праведниками в них поединяются, немае никакого значения. Бо найголовнейшее это не только політично, не только этими слюнями Салавьова переконувати, что все будет нормально. Ні. Мают они еще основатись и сподіваться на вищи силы. ...получали исцеление, но кроме этого ее называли великой прозорливицей, предвидевшей многое, чему еще только суждено было свершиться. Сейчас те, кто знали ее близко, вспоминают, что матушка Сифора уже тогда, в 90-е годы, предвидела многие события, которые происходят сейчас. Вот как об этом вспоминает отец Михаил Семенов. Да, говорит, поначалу будет казаться, что мы проиграем. Война будет серьезная, кровавая, но, говорит, мы выйдем победителями. Ну что, игумен Михаил Семенов, наместник Комушкова монастыря, вы привезли эту легендарную палочку, которой матушка всех как раз стучала, лечила. Небольшой сюжет из монастыря, внимание. Машка Сифора говорила так, если церковь будет развиваться духовно, после второго или третьего президента, возможен царь православный. После смерти эта фотография обильно мироточена. Текли ручьи, то есть не то, что там маленькие капельки, это просто был такой сплошной поток. А это правда, что матушка предсказала вам появление смартфонов задолго до того, как вообще это все произошло? Да, Андрей, была история, она говорит, у тебя будет такой наладонник, ты будешь по нем звонить, еще телевизор будешь смотреть. Все эти события предсказывала и о многих вещах нас предостерегала и говорила, какие будут последствия, если мы будем как-то себя не так вести. Поэтому сегодня, по словам матушки, мы должны очень блюсти себя духовно, и тогда Россия победит и будет великой. Да, это слово матушки. Батюшка, я к вам подойду, потом вы меня постучите палочкой, я очень верю. Ну, в принципе, для россиян абсолютно притаманно враховуються, що їм повернули кріпосне право, щоб їх ще й били, і при тому вони за це дякували. Цікава матушка, яка напророкувала якусь війну без уточнення, в Малорусі там, звісно, ж уграй є, ну и оцей православный цар. Росіяни готові ввірити в что завгодно, в будь-яку силу, чи то ворожу, люту, злу, небесну, підземельну, будь-яку, главное, щоб їм пообіцяли перемогу. Але послухайте мене, я не володію ніякими талантами прородства, мені для цього і не потрібно ані третє око, ані карти таро, ані бінокль, щоб дивитися на зірки. Дівчинка Оленка вам і так скаже, що перемога буде за нами. Все дуже просто. Так, зло воно завжди, якщо ви пригадаєте будь-яку історію, літературу, кіно. Зло велике, потожне, і воно довго-довго б'є добро. Тому що світ побудований таким принципом. Світло, добро, честь, справедливість виграють. А це саме ми. Це і є символи і синоніми ЗСУ та України. Якщо згодні, то, звісно, не збувайте лишити нам вподобайку, підтримати нас лайком, ну і, звісно, підписуйтесь на YouTube-канал Курбанове Лайф, тому що тут ми збираємо для вас найкрутіші огляди російської пропаганди для того, аби ви ніколи не вірили і для того, аби ви ніколи не зневірювались. Бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі.